Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем беседы по второй книге Царств. И сегодня мы будем читать четвертую главу этой книги. И услышал Ивасфей, сын Саулов, что умер Авенир в Хевроне, и опустились руки его. И весь Израиль смутился. У Ивасфея, сына Саулова, два было предводителя войска. Имя одного Банна, а имя другого Рихав, сыновья Римона, Берафянина, из потомков Вениаминовых. Ибо и Беров причислялся к Вениамину, и убежали, Берафяне, в Гефаем, и остались там пришельцами до сегодня. Мы можем понять смущение Ивасфея. Он тоже ценил Авенира. И был потрясен, что Давид погубил Авенира. Он наверняка думал так, что Давид виноват. Хотя понятно, что Давид совершенно в этом не был виноват. Но ведь Авенир уехал в Хеврон, к Давиду, его там убили. И Ивасфей едва ли смог разобраться до конца, кто, как и как к этому отнесся Давид. Наверняка были обвинения, что именно Давид составил такой коварный план, потому что каждый судит о коварстве другого, отталкиваясь от собственного коварства. И мы видим, что Ивасфея начинают разбегаться его люди. А что же им делать? Они в ужасе. Самый серьезный военачальник, который был, Авенир, убит. И далее мы читаем. У Инофана, сына Саулова, был сын Хромой. Инофан – это сердечный друг Давида. У Инофана, сына Саулова, был сын Хромой. Пять лет было ему, когда пришло известие о Сауле Инофане из Израиля. И нянька, взяв его, побежала. И когда она бежала поспешно, то он упал и сделался Хромым. Имя его Мэм Вивасфей. Он хромал на две ноги сразу. Но это сын Инофана. А Давид клялся неоднократно Инофану, что он будет заботиться о его потомках. И пошли сыны Ремона, Берафянина, Рихаав и Бана, и пришли в самый жар дня к дому Ивасфея. А он спал на постели в полдень. То есть эти люди от него убежали, теперь зачем-то возвращаются. Ничего хорошего не будет. А привратник дома, очищавший пшеницу, задремал и уснул. И Рихаав и Бана, брат его, вошли внутрь дома, как бы для того, чтобы взять пшеницы. Их раньше видели, они же были на службе у Ивасфея. И поразили его в живот, и убежали. Они убивают Ивасфея, сына царя Саула. Когда они вошли в дом, Ивасфея лежал на постели своей, в спальной комнате своей, и они поразили его, и умертвили его, и отрубили голову его, и взяли голову его с собой, и шли пустынной дорогой всю ночь, и принесли голову Ивасфея к Давиду в Хеврон, и сказали царю, вот голова Ивасфея, сына Саула, врага твоего, который искал души твоей, ныне Господь отомстил за господина моего, царя Саулу, врагу твоему и потомству его. Почему они так поступили? Скорее всего, они тоже поверили в то, что Давид погубил Аввинира. Сейчас между странами мы наблюдаем взаимные обвинения. Мы кого-то обвиняем в чем-то, они обвиняют нас в чем-то, и людям очень трудно разобраться. И в сознании этих людей, которые убили Ивасфея, Давид – это коварный человек, человек, который заманил к себе Венера, сделал пир, потом дерзко убил его, потому что в таком виде до них дошла эта информация. Они не знали о великодушии Давида. И они убили Ивасфея, отрезали его голову и всю ночь шли за наградой в Хеврон, рассуждая о том, что этот человек, который погубил Аввинира, он даст им награду. Теперь он царь, единственный царь, один царь над всем народом Божьим. Но Давид не был таким человеком, какого они выдумали. Действительно, человека можно выдумать, додумать какие-то его качества, которых на самом деле нет. И вот эти два негодяя, которые убили своего царя, Ивасфея, отрезали ему голову, понесли к Давиду, шли целую ночь во мраке с этой головою. Они выдумали Давида, которого никогда не было. Они выдумали жестокого Давида, который сидит в Хевронии, злоумышляет против всех своих врагов. Давид не был таким. Победи Господи царя Давида и всю кротость его. И далее мы читаем. И отвечал Давид Рихаву и Баани, брату его, сыновьям Римона Берафитянина. И сказал им, «Жив Господь, избавивший душу мою от всякой скорби! Если того, кто принёс мне известие, сказав, вот умер Саул и Инофан, и кто считал себя радостным вестником, я схватил и убил его в Секелаге, вместо того, чтобы дать ему награду, то теперь, когда негодные люди убили человека невинного в его доме, на постели его, неужели я не взыщу крови его от руки вашей и не истреблю вас земли?» Помните, когда в Москве взорвали дома, террористические акты, ночью, и людей умерщвляли на их постели? Кто бы это ни делал? Чем бы он не мотивировал такое свое деяние, это подло убивать человека на его постели, когда он с женой, дети тут рядом спят. Это коварство, которое всегда заслуживает от общения. Я уверен, что никто из этих нелюдей не выжил. По любым законам, и по христианским законам, по законам ислама и иудаизма, это совершенно недопустимо так вести себя. И Давид возмущается. Да, конечно, Ивасфей не был симпатичен Давиду. Он значительно лучше относился к Вениру, он вообще почитал о Вениру, считал его великим человеком. Но Ивасфей – это человек. Даже забудем о том, что он был царь, но это человек, который спал на своей кровати. В дом пришли два мерзавца и воспользовались его беспомощным положением, убили, отрезали голову. Божьи пророки – это были милосердные люди, потому что Господь Сам есть милостивый и милосердный. И Господь сообщает и своим пророкам качество милости и милосердия, потому что иначе не может быть. Давид уже вынес приковор этим двум мерзавцам. И мы читаем. И приказал Давид слугам, и убили их, и отрубили им руки и ноги, и повесили их над прудом в Хевроне, а голову Ивасфея взяли и погребли во гробнице Авенира в Хевроне. И мы помним, что Давид очень торжественно хоронил Авенира. Он шел за гробом, он плакал, он сочинил плачевную песнь. И вот в этом гробе встретились опять Авенир и его царь Эвасфей. Между ними были сложные отношения, но не нам судить мертвых. А мертвых или хорошее, или ничего.